Касым Каимов Касым Каимов И в личной жизни они увидели свою сопричастность к истории целого поколения Зимние мотивы – одна из таких повестей Она знакомит с людьми советской Киргизии Изображая склад национального характера Обычай, традиции, несчастливые приметы современного быта Соединяя прошлое и настоящее Отличает повесть и психологическая точность Достоверность в изображении главных героев повести Чабана Апсамата и его жены Шакин Итак, слушайте страницы повести Касыма Каимова «Зимние мотивы» Читают артисты Ольга Чиповская, Владимир Сулимов и Владимир Шурупов В маленькой тесной юрте Сидит за прялкой молодая женщина И бесконечная шерстяная нить Тоненькой струйкой выбегает из-под ее длинных смуглых пальцев Когда веретено убыстряет ход Овечья нить обрывается И женщина ловко связывает концы А веретено все вращается, вращается И, кажется, никогда не прекратится ни его ритмичный бег Ни тоскливое пение прялки Не спуская глаз с нити Женщина чутко вслушивается в звуки Доносящиеся до нее снаружи Под чьими-то ногами Морозно поскрипывает снег Что-то тоненько тренькает Будто льдинки постукивают одна другую На лице женщины отражается беспокойство, тревога Она тяжело поднимается с пола Безрукавка распахивается на ее круглом низком животе Шакин выходит из юрты И видит, что ее муж Апсамат седлает коня Куда это он собрался? И что вообще за привычка Сперва оседлать коня А потом уж советоваться с женой Ехать или нет Сегодня он вроде никуда не собирался И она была спокойна В случае чего муж дома Можно было, конечно, попросить его остаться Но отговаривать же гита седлающего коня Дурная примета Она не станет этого делать Шакин глядела на мужа От непокрытой головы Апсамата Поднималась легкая облачко пара Короткая стеганка на спине Задралась чуть не до лопаток Ты что, Шакин? Спросил Апсамат Плохо тебе? Она не ответила Лишь едва заметно покачала головой И Апсамат, почувствовав себя чего-то виноватым Стал быстро расседлывать коня Вообще-то он был человеком спокойным Ровным Ничем, кажется, не прошибешь Но едва у жены начинались схватки Становился неузнаваемым Метался по юрте Бессмысленно суетился Понимая, что за врачом уже ехать поздно Ближайшая амбулатория слишком далеко Бежал к соседям Возвращался Снова бежал А Шакин в это время уже рожала И ему оставалось лишь нагреть воду Чтобы обмыть ребенка Неужто и на этот раз все будет так же? Он расседлал коня Подошел к Шакин Мягко спросил Ну что с тобой? Отчего молчишь? Поезжай, Самаш, куда собрался Сказала жена спокойно И даже какая-то виноватость Послышалась ему в ее голосе Поезжай Все будет хорошо Действительно Сейчас она, кажется, чувствовала себя лучше На скулах проступил нежный румянец Пожалуй, он поедет Тем более Улан-Бек вчера приехал на каникулы домой Толковый мальчишка На него можно положиться Многие чабаны жили в полном одиночестве У них с Шакин были соседи Общались они, правда, довольно редко Но сейчас Абсамат думал, что в случае чего Кто-то из ребят сбегает и приведет к ним в юрту Гульсун, жену Аделбая И тогда Шакин будет не так страшно Все-таки взрослая женщина рядом Постараюсь не задерживаться, решил Абсамат К вечеру, возможно, и вернусь И он стал заново седлать коня А Шакин вынесла мужу из юрты Тулуп, ушанку, кнут Сама прикрепила к седлу Курджун Прощались они в этот раз так, будто предстояла долгая разлука Однако ни прощальные поцелуи, ни рукопожатия у них не были приняты Даже слов избегали И добрые пожелания друг другу выражали лишь взглядами Сегодня они смотрели один на другого, пожалуй, дольше обычного Потом Абсамат резко повернулся Вскочил на коня И уже через несколько минут его не стало видно Скрылся за горой А Шакин словно приросла к порогу юрты Она глядела на заснеженный склон до тех пор Пока не почувствовала, что продрогла до самых костей Солнце между тем зашло И небо было безоблачным, синим А южные склоны гор чернели вдали Будто там все еще царил летний зной И туда, к этим обманчиво теплым склонам Тянулись из своих кошар овцы Наивно поверившие в неожиданно яркое солнце По-взрослому, опираясь на посох Шел за овцами старший сын Абсамата и Шакин Улан-бек Меховую ушанку он надел задом наперед Старый отцовский ватник закрывал острые мальчишечьи колени Длинные рукава болтались, как на чучеле А близ юрты возились на самодельном катке двое младших мальчиков Пятилетний Абитай и Муса, которому недавно сравнялось три года Оба раскраснелись, оба с веселыми большими глазами И потрескавшимися на морозе щеками и руками Нежная материнская улыбка осветила лицо Шакин, молча наблюдавшись за сыновьями Вернувшись в юрту, она вновь уселась у своего веретена, но работать не стала Недавнее чувство тревоги сменилось размышлениями о жизни Десятилетней жизни в горах, вдали от людей Там, в городах и даже в Аилах, люди живут совсем по-иному Другими заботами и интересами И чуть не каждый день в их существование врывается что-то новое, яркое Они же с Апсаматом вот уж десять лет пасут в этих горах овец И каждый день повторяет день вчерашний И каждый ушедший год ничем не отличается от наступившего Шакин подумала, что напрасно расстроила сегодня своего Апсамата Она же видела, что он с тяжелым сердцем уезжал из дома Теперь он будет беспокоиться А то и поспешит вернуться, не завершив своих дел В семье всякое бывает Но надо держать себя в руках, не расстраивать друг друга И вдруг она почувствовала такой прилив нежности к мужу Такую любовь, какой не испытывала, кажется, с первого дня их встречи в Аиле Чувство, которое, казалось, постепенно остывало Вытесняемое постоянными заботами и жизненной суетой Внезапно, как озорной мальчишка, играющий в прятки Накатилась на нее из-за той самой горы, за которой скрылся конь Апсамата И тут же вновь вернулась тревога Неосознанное, неясное, но соднящее сердце О, Аллах, что это со мной сегодня творится Подумала Шакин и стала уговаривать себя Что в сущности ничего ведь не произошло, да и не может произойти Ну, приедет Апсамат в Кишлак, скажет начальству Что, мол, корма для овец на исходе, зарплату получит Купит ребятам гостинцев и домой И все же ей было неспокойно Она снова вышла из юрты Стала глядеть на разбредшихся по темному склону горы овец Они ходили меж скал в поисках травы Пробившейся сквозь камень и дожившей до этих зимних дней А вскоре, когда солнце изо дня в день станет согревать землю Пастбища разрастутся И можно будет перевести скот целиком на подножные корма Когда овцы уже приближались к макушке горы Кобылан встал, зевнул, потянулся Долго отряхивался, словно только что вылез из воды И неторопливо побрел в сторону отары «Эй, байке!» – закричал обитай «Встречай Кобылана!» Проводив мужа, Шакин принялась за обед Пока наваристый суп кипел в котле, она замесила хлеб Потом, пользуясь солнечным днем, решила немного постирать Она работала быстро, ловко и все время ловила себя на мысли «Куда это я спешу? Почему мне тревожно?» Но ответить на эти вопросы не могла Она включила спидолу Пусть хоть радио отвлечет ее от беспокойных дум Передавали как раз концерт для животноводов Знакомая певица исполняла любимую песню Шакин Женщина сразу узнала этот голос Чистый, переливчатый, нежный Его невозможно было спутать ни с чьим другим Шакин любила песни Работая по дому, она всегда старалась поймать На какой-нибудь волне концерт И одними губами вторила исполнителям Когда они пели что-то знакомое Только губами Вслух она не пела никогда Стеснялась И лишь в горах Оставаясь с глазу на глаз со скалами С высоким небом и с овцами Давала волю своему голосу И слушала себя с удивлением Жизнь артистов Представлялась Шакин загадочной и прекрасной Вовсе не похожей на жизнь обыкновенных людей Был даже случай, когда Шакин решила написать два письма Ее очень интересовала жизнь двух певиц Постоянно выступавших по радио Одна из них, как говорили, у них воили Долго не выходила замуж И это беспокоило простодушную и добрую Шакин Неужели с таким прекрасным голосом можно остаться без семьи? Но актриса написала, что не только вышла замуж, но уже имеет сына Вторая же певица на вопрос Шакин Счастлива ли она в семейной жизни? Ответила сдержанно и даже строго Я не люблю делиться подробностями своей женской судьбы У каждого из нас свой внутренний мир Свои душевные тайны И лучше о них не расспрашивать Шакин не обиделась на это сухое письмо Что ж, вероятно, актриса права Зачем интересоваться тем, что тебя не касается? Нравится голос? Слушай Не нравится? Поверни колесико книзу И приемник умолкнет Однако это второе письмо заставило Шакин призадуматься Что же это такое, внутренний мир? Интересно, есть он у меня или бывает только у певиц? Она задала этот вопрос Апсамату Но тот лишь улыбнулся в ответ Он и сам не знал, да и не считал, что это уж так важно Внутренний мир Тот мир, который касается только тебя О котором никто не знает и не должен знать Что же это такое? Но время шло И Шакин казалось, что постепенно Она начинает понимать значение этих загадочных слов Видимо, тогда, когда известная актриса Преподала ей урок душевной деликатности Она, Шакин, была еще слишком молода Теперь она настоящая женщина Правда, внешне в ней почти ничего не изменилось Такая же худышка Как и была длинноногая Плоскогрудая Многие до сих пор удивлялись, что у нее на голове платок Стало быть, она замужняя женщина Шакин, признаться, никогда не блистала красотой Скользнув по ней взглядом Джигиты обычно проходили мимо Даже не обернувшись Она и сама знала, что слишком худа Что брови у нее какие-то реденькие И реснички короткие, едва заметные Ну и что ж Шакин от этого никогда не страдала Не всем же быть красавицами Но постепенно она хорошела Становилась заметной, стройной девушкой А в замужестве и вовсе расцвела Слегка пополнела Брови ее потемнели И обрели красивую форму А неожиданно распушившиеся ресницы Теперь оттеняли коричневую глубину глаз И вот тогда-то Когда ей это уже вовсе не было нужно Молодые джигиты поглядывали на нее с восхищением А уж этот Батабай Этот Батабай просто проходу не давал Шакин И если при встречах раньше лишь поясничал Да отпускал разные скользкие шуточки То теперь наоборот Словно бы терялся Избегал глядеть ей в глаза Мямлил что-то невразумительное Ох, женился бы уже наконец Может, остепенился бы Не искал встреч чужой с женой Шакин не раз ловила себя на том Что этот самый Батабай против ее воли Все чаще и чаще вторгается в ее мысли Пусть заигрывает с девчонками А она, слава богу, замужем И никто ей больше не нужен Не успела Шакин тогда В тот далекий день мысленно досказать себе все это Как откинулся полок И на пороге появился Батабай Вот он сделал шаг Другой Третий И все мысли мигом покинули ее Она прижалась спиной к решетчатой переборке юрты Закрыла глаза и сама не заметила Как оказалась в сильных объятиях Батабай целовал ее шею, плечи, губы А она чувствовала всем своим существом Нечто такое, что в первое мгновение Словно парализовало и волю ее, и тело Сердце учащенно билось Руки безвольно повисли В ногах ощущалась слабость Будто они стали ватными Но вот Шакин очнулась Вырвалась из цепких рук Батабая Отпрянула от него И замахнувшись, влепила звонкую пощечину Батабай, кажется, едва удержался на ногах Отступив от молодой женщины на шаг Он быстро пришел в себя И заговорил взбивчиво Лихорадочно, как в бреду Я люблю тебя, Шакин Я не могу без тебя В тебе моя жизнь, поверь Ты, кажется, забыл, что я замужем Возмущенно сказала Шакин И решила позорить меня, обесчестить Нет, нет, поверь, Шакин Клянусь жизнью, я не хочу тебе зла Но я люблю тебя Уходи, прервала она его излияние Уходи немедленно И больше, больше, чтобы я тебя не видела Ссутулившись, низко опустив голову Зоотехник Батабай побрел к двери С тех пор Шакин долго его не видела Он будто сквозь землю провалился А она... Нет, нет, да и думала о нем Раскаивалась, что так грубо обошлась с ним Ударила, наговорила столько резких слов За что? Ведь, возможно, он действительно любил ее Мало ли, что она замужем Настоящая любовь не знает преград Так размышляла наедине с собой Шакин А иной раз и другая Греховная мысль закрадывалась в ее сердце А может, и я его люблю Иначе почему не забываю до сих пор? Но эти сомнения она от себя гнала Как опасные, грозящие ей и ее семье Непоправимой бедой Потом, спустя лет пять или шесть Батабай вновь появился в Аиле Только теперь уже не искал с ней встреч А если они и случались Спешил пройти мимо и отводил глаза Может, разлюбил? А может, и вовсе никогда не любил меня? Думала Шакин с легким чувством обиды Она никогда не рассказывала Апсамату о том дне К чему огорчать мужа? К чему сеять вражду между ним и зоотехником? Ничего не было, ничего нет Однако Шакин знала, что в каком-то уголке ее сердца Батабай живет И, видно, не так просто отделаться от этого сознания Так вот, что означали слова известной актрисы Мой внутренний мир Стало быть, и у меня он теперь есть Размышляла Шакин Стало быть, женщине невозможно прожить жизнь Не имея тайны Которую приходится скрывать даже от мужа И почему, наконец, клятва Данная в день свадьбы Не спасает женщину от возможности полюбить другого? Или, если не полюбить То, во всяком случае, думать о нем Как она, вот Шакин, думает об Атабае Впрочем, со временем все проходит Пройдет и это Долго крепилась Шакин, но однажды не выдержала И, не называя имени Батабая Поведала молодой соседке Гульсун Свои переживания Однако этот разговор еще больше озадачил Шакин И не только озадачил А опечалил до крайности Шакин представить себе не могла Что услышит такое Господи! До чего же она легковерна До чего наивна и слепа Видишь ли, начала Гульсун Ты слишком чиста в своих представлениях О семейной жизни Поначалу, Шакин, когда я только узнала О похождениях своего мужа Было, конечно, обидно Я даже плакала, ругала его, скандалила А что толку? Он врал, все отрицал А сам продолжал бегать по разным молодухам Плохо было у нас в доме Но я терпела И как раз в это время Представляешь себе Подкатывается ко мне Никто иной, как Зоотехник Батабай Шакин вздрогнула Ну, в общем, подкатывается ко мне С любовными признаниями Этот красавец-джигит Образованный С культурными манерами И сама не знаю То ли потянула меня к нему То ли хотелось отомстить И делбаю Но В общем, ты его не оттолкнула Не выдержала Шакин Изменила с ним мужу Да? Ну, если уж на то пошло Да Я не сумела его прогнать Этот давний разговор Помог Шакин напрочь Выбросить из головы Все мысли об Атабае Как она была рада Что сумела воспротивиться Его страсти Устоять перед его натиском И остаться верной мужу С легким сердцем Возвращалась Шакин домой Она думала Что сама любовь Спасла ее От постыдной связи Ведь если бы она Не любила Абсомата Все могло обернуться Совсем иначе Она чувствовала бы себя Униженной, опозоренной Какой, вероятно, чувствует себя Гульсун Шакин вышла из юрты Долго вглядывалась В горные склоны Надеясь различить Таматару А может и фигурку сына Но нет Видно, они ушли далеко Вечера сейчас Такие ветреные Что не мудрено И овец застудить И самому До костей промерзнуть Но Уланбек Слава Богу Умница Настоящий помощник В доме Он и сам поймет Что пора возвращаться Пока не сгустились сумерки Как он похож На Апсамата Шакин присела на лавку Вспомнила ту весну Когда все ее помыслы Сводились к тому Чтобы хорошо закончить Десятый класс А потом В классе, где она училась Девочек и мальчиков Было примерно поровну Был среди мальчиков И он Ее Апсамат Однако она его не замечала Все эти десять лет И нельзя сказать Чтобы их связывала Даже простая Школьная дружба Из всех мальчишек Апсамат был Пожалуй Самым неприметным Он не отличался Ни особыми способностями Ни спортивными достижениями Ни красотой Что ты будешь делать После школы Спрашивали ее Учителя и друзья Поеду учиться дальше С уверенностью Отвечала Шакин Она хотела Стать учительницей И верила Что добьется своего Верили в это Ее родители А Шакин Не повезло Всего одного Бала не добрала она И вот пришлось Вернуться домой Однажды к дому Подкатила Незнакомая машина В саду Показалась мать И сказала Отец зовет Иди Шакин В дом Бросив поливку винограда Она полоснула руки И направилась К крыльцу Не ходи так Остановила ее мать Надень-ка платье Получше Ну хоть то Голубое Шакин посмотрела На мать Широко раскрытыми Глазами А чем плохо Это ситцевое Пестрое платье Чистое Глаженное Сватать тебя Приехали Ответила мать На незаданный вопрос Только этого Не хватало Демонстрировать Меня каким-то Сватом Как на ярмарках И воскресных Базарах Демонстрируют Коров, кос И прочую живность Вот, мол Полюбуйтесь Чем богаты Тем и рады Но товар Поверьте Первосортный Если ее родители Учителя Способны на такое То что же Спрашивать С полуграмотных людей Ты не думай Шакин Мы ж тебя Никому не навязываем Ты только зайди Ради приличия Поздоровайся А большего Мы и не требуем Сказала мать Через несколько минут Машина отъехала От дома Оставив за собой Пышный шлейф пыли Ни отец Ни мать Ни слова Не сказали Шакин Об этом неожиданном Сорвавшемся Сватовстве Но несколько раз К дому подъезжали Другие машины Из них выходили Другие джигиты Тоже нарядные Торжественные Коротко беседовали С родителями Шакин Да с тем И отбывали Высвояси В один из дней Когда одиночество Казалось ей Особенно мучительным Шакин Встретила Апсамата Он ехал на коне Статный Широкоплечий Смуглый Настоящий Джигит Таким она Его не ожидала Увидеть Соскучившаяся По школьным товарищам Шакин Радостно крикнула Апсамат И сама Побежала ему Навстречу Здравствуй Апсамат Куда ты делся Отчего Ни разу К нам не зашел Так ведь Я в горах Овец По су Тихо сказал Апсамат И почему-то Отвел От Шакин Глаза Такой же Застенчивый Каким и был Подумала Шакин А на вид Совсем Другим Стал Но ты же Бываешь И в Аиле Заметила она Хорошо ли Старых друзей Забывать А я и не забываю Неожиданно твердо Сказал Апсамат Сколько раз Мимо твоего дома Проезжал Надеялся Увидеть Так отчего же Не зашел Удивилась Шакин По-моему Если бы я Тебя не окликнула Ты сейчас Проехал бы мимо Но не могу же я Конкурировать С женихами Которые Приезжают К тебе на машинах Полушутя Полусерьезно Сказал Апсамат И похлопал Камчой По луке седла Шакин Звонко Расхохоталась Все Все Воскликнула она Всех сватов Я уже отшила Так что смело Можешь заходить Но Апсамату Не было смешно Он долго Глядел на Шакин Каким-то печальным Задумчивым взглядом Уши его пылали На лбу выступили Крупные капли пота Так что же Ты значит Не собираешься замуж? Прямо спросил Апсамат Потому что Ничто иное Его не интересовало Нет Отчего же Возразила Шакин Но не выходите же Замуж Только потому Что подошел Мой возраст И по мою душу Стали ездить Всякие женишки Она ласково Погладила морду лошади Потрепала ее За челку Разве ты тоже Будешь выбирать Себе невесту Таким варварским Способом? Я Словно бы удивился Апсамат Самой мысли О выборе невесты Ну уж нет Вот и молодец И когда же Ты думаешь Жениться? Поинтересовалась Шакин И в голосе Ее не было Ничего Кроме дружеского Почти детского Любопытства Апсамат Секунду помолчал И словно В омут головой Бросился Это зависит Только от тебя Шакин Сперва растерялась Потом молча Поглядела На Апсамата Не отводившего От нее Своих удлиненных Серых глаз И вдруг Круто повернувшись Побежала В сторону дома И все же Вскоре Они встретились В магазине Апсамат Покупал чай И сахар Из его Курджуна Торчали Газеты И журналы Заметив Шакин Он вспыхнул так Что даже Сквозь густой Загар На скулах Пробился Румянец А Шакин Очень просто Протянула ему Руку И спросила Куда же Ты исчез? Да нет Просто Работы Много И пока Не вышли Из магазина Где на них Откровенно Пялили глаза Шакин И Апсамат Не обменялись Больше ни словом Он приторочил К седлу Свой мешок Но вскакивать На лошадь Не стал Глядел на Шакин Ожидая Что она ему скажет И она спросила Не обижайся Апсамат Но мне интересно Почему ты стал Чабану? Что же тут обидно Возразил он Я люблю Горы Люблю животных Да Это все знали Апсамат Любил горы Лучше всех ребят Он лазил по скалам Взбирался на крутые вершины Умел собирать Лечебные травы И корни Знал все пастбища В округе Название долин Их происхождение Да-да Рассеянно Сказала она Я знаю Ты любишь горы Он окончательно смелел Такого Шакин Никак не ждала Не только горы Шакин Я ведь и тебя Люблю Она посмотрела На него удивленно И пожала Узенькими плечами Точно говоря Вот уж новость Апсамат повторил Да Я люблю тебя Только ты никогда Об этом не знала Я ведь молчал Шакин снова не ответила Апсамат легко И красиво вскочил на лошадь Но не трогался с места Он ждал И надеялся Что Шакин Скажет ему хоть что-нибудь доброе И она сказала Когда же ты теперь приедешь? Не знаю Приезжай поскорее Ладно? Он кивнул головой И пришпорил коня Потом оглянулся И крикнул Послезавтра В тот день Она встала Чуть свет Небо было Свинцовым Мятежным Но едва Взошло солнце И под его лучами Засверкали вершины гор Как небосклон Поголубел И все вокруг Стало сияюще Светлым Шакин 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 Направилась к вершине С которой Хорошо просматривалась Дорога Идущая с гор Вскоре На дороге Стали появляться Чабаны Спешащие К своим отарам Но Шакин Ждала человека На рожегривом коне И она Дождалась его И едва Различив Вдали Побежала Навстречу И увидела Что он тоже Заметил ее Потому что Быстрее Погнал коня Она остановилась У красноватой Острой скалы Одиноко Торчащей На голом Предгорье И не сводила Глаз со всадником Чащегося К ней Во весь опор И вот уже Он был совсем рядом И конь остановился В шаге от нее Словно споткнувшись Апсамат Глядел на Шакин Так будто Не верил Что это она Именно она Встречает его Посреди дороги Чтобы сократить Минуты их разлуки Они поженились В том же месяце Никогда не имевший Своего дома Круглый сирота Апсамат В один прекрасный день Стал главой семьи Родители Шакин Сами перевезли В новую юрту Имущество своей дочери И благословили ее На долгую Счастливую жизнь Впрочем Всему этому Предшествовала свадьба Немало времени Прошло с того дня Но Шакин Помнит все До мелочей Как миновала Эта короткая горная ночь И наступил рассвет Открыв глаза Она увидела Что чайник над огнем Уже кипит И брызги от него С шипением Летят на угли Она закрыла глаза Вновь открыла Огляделась вокруг Погладила рукой Остывшую подушку Обсомата Это наш дом Это наш очаг Подумала она И рывком Откинула одеяло Все вокруг Было белым-бело Горы Скалы Отроги Шакин Огляделась вокруг Потом остановила Взор на своем Обсомате На своем муже Который без шапки С разметавшимися волосами И в одной лишь Распахнутой Легкой куртке Лопатой Разгребал сугробы За ночь Выросшие Вокруг юрты Потом он Оперся о лопату Обеими Своими Широкими Ладонями Посмотрел На раскрасневшуюся От холода Шакин И бросил Ласково И повелительно В одно и то же время Ступай в дом Посиди у огня Не то простудишься Но Шакин Словно и не слышала Обсомата Как зачарованная Вглядывалась Она в сияющую Белизну Природы В первозданно Чистый снег Укрывший Все Что было Доступно Глазу Я и не думала Что горный снег Бывает таким Красивым Сказала она Просто глаза Слепит Дай-ка и мне Лопату Обсомат Нет Иди домой Возразил он Но она крепко Вцепилась в черенок И потянула на себя Лопату Вместе с мужем Он перестал Сопротивляться Пусть, мол, Поработает Погляжу На что она Способна Шакин Яростно взялась За дело Снег тяжелыми Пластами летел С деревянной лопаты Вправо-влево Вправо-влево Не спеши Быстрее устанешь Любую с ловкостью Молодой жены Сказал Обсомат Шакин Зажала в руке Горсть снега Слепила Другой снежок И кинув Обсомата Крикнула Устану Ты меня сменишь Зря я Что ли Замуж выходила Оба Рассмеялись Им было Хорошо И весело Вот уже Который год Они живут Вместе Все у них Так же Как было В первое Веселое утро Когда Вырывая Друг у друга Лопату Смеясь Они разгребали Снег В Аиле Многие считали Что женившись На Шакин Обсомат Стал гораздо Лучше Серьезнее Самостоятельнее Говорили Что это она Умеет поддерживать Семье мир И покой Но нет Шакин С этим Не согласна Был бы Обсомат Плохим Ничего бы И не удалось Изменить Как бы того Не хотелось А она Думала Совсем иначе Хороший Человек Он и есть Хороший И просто Ей повезло Что она вышла За Апсомата Интересно Думала Шакин Считает ли он Что и ему Тоже повезло Иногда Она приставала К мужу С расспросами Ну за что Ты меня полюбил Ну что ты Во мне нашел Но он Отшучивался А один раз Ответил Серьезно Не знаю За что Сам не знаю Важно Что полюбил Правда С капризным Блеянием Овцы спускались По склону горы И дождавшись Шакин Стала длинным Прутом Пересчитывать Их Уланбек Шевелил Губами Мысленно Повторяя За матерью Двенадцать Семнадцать Двадцать Один Когда же Все оказались В кошаре Шакин Заперла Их И пошла В юрту Усталый Проголодавшийся И продрогший Мальчик Поспешил За матерью И едва Полоснув Лицо И руки Приступил К ужину А Шакин Все поглядывала В окошко Не покажется Лимуш Каждый раз Она ждала Его с нетерпением Будто Оттуда С низовья Он может Привести Нечто Совершенно Неожиданное Какую-то Удивительную Обновку Или Сноксшибательную Новость Ничего Этого Не было Да и Не могло быть Она заранее Знала Что все Будет Очень буднично Ну Какие-то Необходимые Мелочи Окажутся В его мешке А в голове Незначительные Сообщения О жизни Соседей И все же Каждое Его возвращение Домой Воспринималось Ею Как праздник Шакин Вспомнила Сейчас Как еще Не прошло И месяца Со дня Их женитьбы На рассвете Как обычно Апсамат Погнал Атару На выпас В сумерки Как обычно Привел обратно Однако Еще издали Шакин Заметила Что он Плетется Где-то Сзади С трудом Переставляя Ноги Уж Не поранился Ли об Острую Скалу Не упал Ли где-нибудь С тревогой Подумала Шакин Но она Ни о чем Не стала Его спрашивать А молча Наблюдала Как он Загонял Овец Потом Запер За ними Ворота Загона Потом Смел В кучу Разбросанный По двору Овечий Помет Только Сделав Всю привычную Работу Апсамат Вошел В юрту Ужин Был На столе Но он Даже Не взглянул В сторону Еды А стащив Правый Сапог Стал Усиленно Растирать Ногу И на лице Его При этом Появилась Болезненная Гримаса Шакин Бросилась К мужу И увидела Что нога Его Сильно Обморожена А подошва Сапога Почти Вовсе Отвалилась Бог мой Воскликнула Она Ты же Мог Потерять Ногу Ерунда Откликнулся Апсомат До свадьбы Заживет Однако Шакин Видела Какую боль Испытывает Муж Сильными пальцами Растирая Обмороженную Ступню С трудом Доскакав До стола Он поел И вскоре Лег Ночью Шакин Много раз Просыпалась Ей было Неспокойно Она Опасалась За Апсомата Что если Придется Вести его В больницу Что если Врачи скажут Что нога В опасности И не сумеют Ее залечить Без ноги Чебан Мыслимо Или дело Проснувшись Рано утром Шакин Увидела Что Апсомата В юрте Уже нет Она Выглянула Наружу Слегка Прихрамывая Ее муж Хлопотал Подле загона Готовясь Выпустить Отару И как всегда Отправиться С нею В горы На нем Были Новые сапоги Шакин Подумала Тогда Вот ведь Какой он Выносливый Другой бы Наверное Неделю Отлеживался В постели А он Так Как будто Вчера Ничего Не случилось Давно Сгустились Сумерки И потемневшее Небо Словно Слилось С расплывчатыми И мрачными Очертаниями Горных вершин Постепенно Стихли Все звуки Уснули Птицы Умолкли Овцы В загоне И только Посвистывал Снежный Вихрь Господствующий Казалось Надо всем Окружающим Юрту Миром Наступил Час Когда И волки И лисицы Шныряют В поисках Добычи По птичникам И овчарням И сонные Куры И овцы Легко Становятся Их жертвами А в последнее Время Волки Стали Такими Пронырливыми И хитрыми Что от них Никак Не убережешься Сами знают В какой скотный Двор Проще Проникнуть Да с какой Стороны Да в какой Час Волки Гастролеры Незнакомые С этим Зимовьем Попроще Они лезут На пролом Куда попало И часто Платятся За это Жизнью Но овчарня Апсамата Надо сказать Ни разу Еще не пострадала От волчьих Набегов Еще бы Такой Пес Никому Не охота Попасть На его Клыки Ей Шакин Спокойно Когда Кобылан Рядом За дверью Юрты Подремывает Положив Тяжелую Красивую Голову На вытянутые Передние Лапы Веки Его Чуть Подрагивают Приоткрывая Розоватые Белки Большие Уши Как антенны Улавливают Малейший Шорох Которого Человеку Никогда Не различить Хороший Умный Пес С таким Не пропадешь И если Сегодня Шакин Всем существом Своим Ощущает Какую-то Странную Тревогу То это Потому Что ей Кажется Действительно Пора Рожать Апсамата Нет И стало Быть Может Случиться Что В самый Тяжелый Час Она Будет Одна Конечно И Сняв С веревок Постиранное Утром Белье Она Зажгла Керосиновую Лампу У которой Зимой И летом Коротала Свои Вечера И Которая Испытывала Странные Чувства Душевной Близости Как Хорошей Подруге Или Сестре Потом Развела Утюг И Стала Гладить Лампа Светила Хорошо Стекло Было Чистым Шакин Ненавидела Копоть В Ее Юрте Вообще Все Сверкало Чистотой И От Этого Казалось Что У них С Апсаматом Всегда Светлее Чем У Других Людей Апсамат Не Уставал Повторять Это В Гостях Он Чувствовал Себя Как-то Неуютно Спешил Домой И Ему Казалось Что При Этой Десятилинейной Лампе У них Шакин Даже Светлее Чем Там Где Есть Электричество Но Шакин Признаться Готова Была Бы Променять Тесную Юрту На Удобную Хорошую Квартиру Или Хоть Комнату В Настоящем Доме Она Часто Задумывалась О том Как Изменилась Она Мечтала Не для Себя А для Всех Чебанов О Каменных Домах С Водопроводом Электричеством Радио Телевизорами В Чебанских Кишлаках Тогда Были бы Свои Врачи Акушеры Была бы Настоящая Баня Магазины Конечно Все это Пока Неосуществимо Пастбищ Слишком Мало И Потому Чебаны Не могут Надолго Оседать В одном Месте После Полуночи Ветер Усилился Юрта Слегка Потрескивала И Казалось Даже Покачивалась Под резкими Порывами Шакин Постелила Себя Постель Поближе К печке Но Прежде Чем Лечь Решила Взглянуть На скот Снегу Вокруг Юрты Намело Столько Что Она Чуть Не По колено Провалилась В рыхлой Сугроб У Самой Двери Вихрящаяся Поземка Колка Била В лицо Пришлось Пригнуть Голову А вокруг Тьма Хоть Глаз Выкали Впрочем Даже С закрытыми Глазами Шакин Могла Бы В любой Момент Дойти До Овчарни Овцы Вроде Были Спокойны Замок На двери Цел Шакин Повернула Обратно Но Не успела Сделать Двух Шагов Как Острая боль В пояснице И внизу Живота Заставила Ее Опуститься Прямо На снег Она Подождала Несколько Минут Боль Не проходила Шакин Со стоном Поднялась Едва Переставляя Тяжелевшие Ноги Доплелась До дома Что это Думала Она Неужели Начались Хватки И Сердце Ее Замерло От страха А потом Забилась Быстрая Игулка В четвертый Раз Ей Предстояло Рожать Но Привыкнуть К этому Видимо Невозможно И Дело Не в том Что Сейчас Она По существу Была Один На один Со своей Болью С тем Что ей Предстоит Испытать Нет Она Настолько Привыкла К одиночеству И даже Полюбила Его Что Приезжая Ваил Быстро Уставала От множества Людей И от Шума И спешила Домой В горы Дело Было В чем-то Другом Подсознательном Неясном Она Она Самой Себе Не Могла Бы Объяснить Сейчас Своего Душевного Состояния То ли Тоска То ли Обиды На Апсамата Где Он Застрял Вы Слушали Страницы Повести Касыма Каимова Зимние Мотивы Перевод С киргизского Веры Острогорской Читали Артисты Ольга Чиповская Владимир Сулимов И Владимир Шурупов Продолжение следует...